Общение с амурчанами глава области начал с оценки ситуации по коронавирусу и призыва к активной вакцинации. Летом у нас в конце июля уровень вакцинации составлял до 5,5 тысяч человек в сутки. После этого он значительно снизился, составлял тысячу. Сейчас вот он вырос до двух с копейками тысяч. Система здравоохранения развернута полностью. Больше возможности разворачивать койки у нас нет. Сегодня развернуто 2148 койек. Здесь вопрос даже не в самих кроватях условных, не в койках, а в том, что у нас недостаточно будет количества врачей для того, чтобы эти койки обслуживать. Поэтому я еще раз всех настоятельно призываю пройти вакцинацию. Нам стоит задача, так же как по всей стране, привить 80% трудоспособного населения. На сегодняшний день у нас привито 64%, это меньше, чем нужно. Решение президента страны о локдауне с 30 октября по 7 ноября Преамурья поддержит. Правда, подробности и нюансы будут определены только на заседании Оперштаба 22 октября. Еще раз Василий Орлов рассказал и о причинах ввода QR-кодов. Отметив, что с 1 ноября они потребуются не только при посещении заведений общественного питания, но и при походе в музей, кинотеатр и ряд других объектов. При этом не исключено, что вслед за Благовещенском эти ограничения появятся и в других городах области. Возможно, придется и дальше распространять эту практику по QR-кодам. Еще раз повторяю, что мы, конечно, этого не хотим делать, но это вынужденная мера и других вариантов у нас нет. Значит, основная задача QR-кодов – это стимулировать людей к получению вакцины. Друзья мои, еще раз, если вы думаете, что вот эти ограничения, которые мы вводим, доставляют кому-то удовольствие, вы глубоко ошибаетесь. Просто нет другого варианта. Еще раз, пожалуйста, обратите внимание на Китайскую Народную Республику. Всех привили и нет никакого коронавируса, и живет страна нормально. Коронавирусной тематикой прямой эфир главы Преамурья не ограничился. В частности, Василий Орлов напомнил, что решением правительства области в регионе не будет повышаться уровень оплаты за капремонт. Связано это с тем, что около 2,5 миллиардов рублей, собранных на эти цели ранее, лежат на счетах и не используются. При этом годовой план капремонта в Амурской области выполнен лишь наполовину. В связи с чем не исключил кадровых решений в отношении ответственных за это лиц. Солидная часть прямого эфира была посвящена вопросам дорожного строительства. По словам губернатора, до конца года будет отремонтировано 150 километров областных дорог. Половину заасфальтируют. Неплохо работа была проведена по муниципалитетам. В частности, большой объем асфальтирования был в благоустройстве и, соответственно, реконструкции дорог в Анаубурейском. Свободный, неплохо продвинулся. В Тынде ведутся работы активно. Там двухлетний контракт, переходящий улицу Красная Пресня. Конечно, Благовеченск на особом контроле. Напоминаю, что у нас стратегия заключается в том, чтобы основные дороги, все магистральные, закончить уже в следующем году. Мы эту работу проводим 3 года. И понимаем, что, конечно, это сложно для жителей, потому что это нагрузка на дорожную сеть, пробки. Трафик стал более напряженный, чем несколько лет назад. Но объективно причина в том, что сети в ужасном состоянии, износ сетей больше 80%, поэтому смысл делать дороги без этих сетей отсутствует, поэтому проводится комплексный ремонт дорог. Были также вопросы и конкретные с цифрами и сроками ответы по строительству образовательных учреждений, по планам возведения противопаводковых сооружений, по модернизации областной системы здравоохранения. Глава Преамурья отметил, уже есть распоряжение президента о выделении федеральных средств на новый Благовещенский роддом. Строительство медицинского объекта планируется начать в следующем году. Заканчивая прямой эфир, Василий Орлов заверил, что в ноябре практика регулярного общения в инстаграм-аккаунте возобновится. Также в регулярном режиме будем с вами встречаться вот здесь в инстаграме. Я еще раз вас хочу всех поблагодарить за внимание и закончить тем, с чего я начал. Пожалуйста, провакцинируйтесь. Евгений Вдовенко, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение.